Теперь-то мы говорим, что народ и армия, и герои всех вспоминаем и так далее. А Сталин, я думаю, какую-то и важную роль Сталин сыграл. Но и до войны, накануне войны, 37-й, 37-й год, он ослабил и партию, и военные. Сколько их было, их потом забирали из тюрьмы на фронт руководить дивизиями и так далее. Но я прошел после этого большой путь. И в моем распоряжении оказались большие сведения. Нет, Сталин совершил преступление. И, по-моему, борьба со сталинизмом, именно не со Сталиным, со сталинизмом, это очень важная тема и важная борьба. Потому что, не преодолев это, мы можем многое чего натворить. А ваше ведь, ну, то развешивает его портреты накануне войну, то еще где-то. То есть мы еще там, в плену. Мы еще не преодолели. У нас по капле не получается, тогда это у нас на миллион лет хватит. Ну, когда мне до сих пор, правда, мои друзья из нынешней Компартии говорят, что я защищал кто-то там в Питере. А что было, оказывается, что имеется в виду? Крючкову прислал досье на полсотни, даже больше, на сотню людей из Ленинграда, которые, вообще говоря, занимаются предательской деятельностью. Когда я посмотрел, то оказалось, что там большинство людей, которые я даже знаю, нормальные, серьезные очень люди, люди, которые свободно рассуждают и высказывают, и мнения, оценки. А вот это уже нельзя, это уже не то. А вы диссидентов предателями не считали? Нет, до этого я не дошел. И то есть вы донесениям из КГБ, как правило, относились с сомнением? Я их изучал внимательно. Это не значит, что если я прочитал, то я прямо бросился что-то. Но они много материалов дают, которые очень важны, особенно разведка.